Действия Банка Швейцарии направлены на поддержание курса франка на уровне 1.20 по отношению к евро. О том, какие методы будет использовать Национальный банк в условиях внешнеполитических проблем, нам рассказал Андрей Шеверев из компании Trends & Markets. Андрей, если говорить о курсе франка, о тех целях, на которые направлен Банк Швейцарии, по-вашему, удержание курса сейчас правильная цель для экономики этой страны? В принципе, будем говорить о удержании той цели, которая была озвучена, по-моему, если я не ошибаюсь, в 2011 году швейцарским банком. Целевой уровень был установлен на курсе евро к швейцарскому франку на уровне 1.20. В принципе, да, это действительно является в настоящее время, будем говорить, таким основным инструментом, может быть влияние Центрального банка Швейцарии на денежную политику. В принципе, неоднократно заявлялось и руководством Центрального банка, и, собственно, их действия подтверждали важность для них этой отметки. И, будем говорить, в ближайшем обозримом будущем нет необходимости сомневаться в том, что они будут эту отметку защищать всеми доступными ими способами. Зачем это банку Швейцарии? Дело в том, что в настоящее время в условиях практически нулевого уровня кредитных ставок в Швейцарии и, самое главное, в еврозоне, этот инструмент является, может быть, наиболее эффективным, единственным таким достаточно, потому что экономике Швейцарии очень-то невыгоден высокий уровень швейцарского франка. Это связано и с экспортным потенциалом определенной страны, и с внутренними проблемами, связанными с ситуацией на рынке недвижимости. Ну и дело в том, что, опять же, мы об этом говорили, в условиях практически нулевого уровня процентных ставок других способов влияния, в общем-то, они ограничены достаточно. Поэтому вот это таргетирование минимального обменного курса и защита этого уровня является, ну, по крайней мере, в последние годы это показало свою эффективность, то есть курс эту отметку не пересекал. Основные заявления Банка Швейцарии были к поводу того, что ничего банк не будет делать, пока европейский банк ЕЦБ не повысит процентные ставки в Европе. Ну, то есть экономически зависимо от стран, которые находятся вокруг, банк Швейцарии пытается защитить собственную страну, получается. Безусловно, безусловно. Экономика Швейцарии, несмотря на то, что она достаточно интегрирована как в экономику их стран еврозоны, так и, в принципе, в мировую экономику, все-таки она так стоит особняком достаточно. Благодаря валюте в том числе. Безусловно, безусловно, в валюте и в определенной степени там больше или меньше независимой валютной, собственно, политики Центрального банка. Безусловно, то есть, будем говорить, там, совокупность факторов внешних, которые влияют на экономику, на экономику Швейцарии, она достаточно, значит, значительна. Соответственно, нужно принимать какие-то контрмеры, которые в расположении, в общем-то, в арсенале Центрального банка, их достаточно ограниченное количество в настоящей ситуации. Одним из которых является именно поддержание вот этого ограничения минимального курса. Тогда какие еще контрмеры может использовать Банк Швейцарии для укрепления собственной экономики? Ну, дело в том, что целью задекларированной, по крайней мере, Банка Швейцарии как Центрального банка является все-таки поддержание ценовой стабильности. То есть, состояние экономики, непосредственно состояние экономики, это все-таки как бы входит в парафию других организаций. То есть, это вопрос правительства. Понятно, что там есть определенные соответствия в проведении политики. Ну, все-таки, основной задачей Центрального банка Швейцарии есть поддержание ценовой стабильности, чем он, в принципе, и занимается. То есть, в данной ситуации, в текущих условиях существует проблема, если не дефляции, то, по крайней мере, недостаточно низкого уровня инфляции, что в нынешних экономических условиях не есть, будем говорить, фактором, способствующим активному росту экономики. И вот одним из инструментов влияния изменения ситуации, переломов ситуации, является нынешняя политика, которую Банк Швейцарии проводит. Ну, как по мне, это достаточно успешно. И все-таки, какие контрмеры есть у Национального банка? Вы говорите, что их несколько, одна из них была использована. Какие еще именно для поддержания ценовой стабильности? Ну, если мы говорим о возможностях, будем говорить, там, роста курса франка выше тех отметок, о которых мы говорили раньше. 1,20. Да, совершенно верно, против евро. Что, в принципе, в условиях нынешней ситуации в еврозоне, будем говорить, тенденция к ослаблению евро, она, в общем-то, отражается на курсе евро-франка, который, в принципе, в настоящее время как раз приблизился к этой отметке. Ну, начинаем, как бы, в принципе, есть достаточно стандартный набор мер, то есть, начиная от вербальных интервенций, заканчивая, в общем-то, интервенциями, фактически, на валютном рынке. Учитывая тот объем, мне говорят, валютных резервов, которые находятся в распоряжении швейцарского банка, в этом смысле у них возможности достаточно широкие. Вот, я думаю, что не исключен вариант, что в ближайшее время мы сможем в этом убедиться. Ну, это будет до тех пор, пока экономика еврозоны не будет восстанавливаться, не будет укрепляться евро, тогда Швейцария сможет пойти на шаги, когда не будет использовать золотовалютные резервы, даже не будет мысли о том, чтобы их использовать. Тогда просто будет, отпадет сама возможность, сама необходимость использовать такие вот моменты. То есть, тогда экономическая ситуация изменится, и, соответственно, может быть, там изменится направление потоков капитала, что, безусловно, окажет свое влияние на курс. По-вашему, внешнеполитические события, которые происходят в Европе, в странах СНГ, как они влияют на валютный курс франка? И вот, по крайней мере, последние события по поводу введения санкций к нескольким крупным российским банкам, это все-таки отражается на финансовой системе Швейцарии? Безусловно, это отражается на финансовой системе Швейцарии. Другой вопрос, насколько это влияние, будем говорить, значительное. Мне сложно сейчас судить, будем говорить, о том, какая там доля, будем говорить, оборота или работаешь с российскими банками, приходится там на общие доходы швейцарской банковской системы. Однако, в любом случае, это, будем говорить, проценты, может быть, доли каких-то процентов. Поэтому говорить о каком-то радикальном влиянии я бы не стал. Что касается влияния общей ситуации, безусловно, будем говорить, война никогда не способствует росту экономики. И тут Швейцарии не удастся стоять особняком? Ну, в общем-то, скажем так, те события, которые происходят в мире, безусловно, окажут влияние и на состояние, будем говорить, экономики Швейцарии. Ну, в данной ситуации, как бы на курс франка. То есть, в принципе, это немножко усложнит задачу Центральному банку Швейцарии, поскольку в периоды нестабильности традиционно растет спрос на так называемые безопасные активы, которым традиционно принадлежит швейцарский франк. То есть, люди, будем говорить, уводят, может быть, часть своих активов в валюты стран, которые считаются достаточно стабильными в политическом, прежде всего, смысле этого слова. Ну, как мы говорили, так как это стабильная валюта и есть достаточно золотовалютные резервы и другие инструменты, то волноваться насчет того, каким будет курс франка относительно отметки 1,20 не стоит. Ну, безусловно. Я думаю, что эта отметка достаточно четкий ориентир, все это прекрасно понимают, и поэтому, может быть, попытки какие-то будут его преодолеть, одни будут пресечены. Так как мы говорим об отношении к евро, что будет с европейской валютой, ведь на нее больше отражаются внешнеполитические факторы. Безусловно, безусловно. И на фоне восстановления экономики еврозоны сейчас мы увидим небольшую корректировку или такой боковой тренд. Ну, дело в том, что, в общем-то, говорить, там, может быть, есть какие-то признаки восстановления экономики еврозоны, однако говорить о том, что ситуация резко изменилась, и вот впереди нас ожидает период бурного роста в еврозоне, наверное, не стоит. Действительно, там наметилась определенная стабилизация, однако, что до курса евро, то, в общем-то, перспективы европейской валюты, если мы говорим в более среднесрочном периоде, не берем конкретно там краткосрочные какие-то моменты, ну, в принципе, скорее, будем говорить, баланс рисков смещен в сторону дальнейшего ослабления евро, учитывая то, что, в общем-то, политика ЕЦБ в настоящее время, будем говорить, там, сигналы, которые подает ЕЦБ, они свидетельствуют о том, что, будем говорить, там, арсенал мер по стимулированию роста, который, прежде всего, направлен на либерализацию дальнейшую монетарной политики, он, в общем-то, еще не исчерпан. То есть, в принципе, ЕЦБ дал понять, что они готовят, и готовят к введению, к реализации ряд мер в этом направлении. Это касается, в частности, программы количественного смещения, совершенно верно, наподобие той, которую не так давно реализовывал ФРС, который, в принципе, эту программу уже буквально в ближайшие месяцы завершит. И там в США уже идет речь о том, что, в общем-то, о сроках, будем говорить, начало ужесточения политики. И, соответственно, вот на этом фоне евро, в общем-то, имеет потенциал для дальнейшего снижения. О том, что будет с курсом франка в ближайшем будущем, нам рассказал Андрей Шеверев из компании Trends & Markets. Спасибо за ваше внимание. С вами был Евгений Бенца, специально для Dukascopy TV из Киева. Продолжение следует...